Всем привет, продолжаем знакомиться с художниками Элеонор Фортес Кью Брикдейл, английской художницы конца 19-го, первой половины 20-го веков. Родилась в Сурее на окраине Лондона в семье адвоката. В 1889 году поступает в художественную школу, где обучается у Герберта Боуна. Получила отличное домашнее образование. Рисовать начала в раннем детстве, в подростковом возрасте. Брала уроки живописи у самого Джона Резкина. Я пользуюсь переводной википедией, какими-то статьями, которые я нашел в интернете. В 1889 году, в отрасли 17 лет, Элеонора поступила в знаменитую художественную школу Герберта Боуна. Успешно закончила школу, трижды пыталась поступить в Королевскую академию художеств. Дело в том, что до 1860 года женщины в академию вообще не принимали. В последующие годы прием представительств прекрасного пола был весьма затруднен. Элеоноре удалось поступить в академию только в начале 1896 года. И очень скоро она стала известным художником. Сначала художником-иллюстратором. Она создала большой цикл иллюстрации к английским балладам, легендам, сказкам, произведениям Шекспира, Диккенса, Тенниси, По. Особое место в творчестве Элеонор занимает рыцарский цикл Короля Артули. Позднее она получила ряд заказов по украшению Королевского дворцов. Была написана целая серия панно и картин. Картины были написаны маслом, акварелью и вызвали самый настоящий ажиотаж среди ценителей живописи. В 1938 году у нее случился инсульт и до самой своей смерти Элеонора не могла держать кисть в руках. Все творческие планы были, увы, разрушены болезнью. Художница умерла в Лондоне и была похоронена на Бромтонском кладбище. Работы Элеонор Фортес Кью Брикдейл стали украшением лучших музеев мира и частных коллекций живописей. Ну вот так вкратце о художнице из Англии Элеонор Фортес Кью Брикдейл. Смотрим работы. Пока-пока. До свидания. Данных, конечно, не очень много, но какие есть. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»